Ромка, друзья! Предлагаю вам посмотреть матч двух крутых китайских игроков из топ-200 рейтинга, мол, против Aviva. Я их не видел, никогда еще, но опять же они находятся в адепте, а это в районе там топ-150, топ-200 рейтингов планеты. Так что ребята очень и очень хороши. Это Альянс против Ночных Эльфов. Как вы видите, Aviva начинает с очень агрессивного такого криппинга, он ставит Древового Войны специально здесь, для того, чтобы, судя по всему, начать криппинг золотой шахты. Тут же с другой стороны алтарь наверх, то есть собирается крепить агра. Наоборот, безопасная игра, не хочет бежать вниз, хочет побежать наверх вот сюда, вот на зеленую точку. Очень аккуратная игра, это Альянс, чего не скажешь об эльфе. Но опять же, это разница игрового стиля, разница того, как ты играешь, кем ты играешь, и что ты вообще хочешь делать в этой игре. Карта Норзен Айвас, она достаточно уникальная, как раз за то, что она северная. Очень мало таких карт, которые со снежком, как раз зима закончилась, поэтому за снежком, наверное, многие скучают. Я так подозреваю. Хотя где-то он еще, наверное, все еще может падать, а где-то еще и не тает. Земля большая, погода раз везде. Архимаг первым героем от Альянса. Тут же с другой стороны охотник на демонов. Ну, поглядим, крипин достаточно любопытный, мягко говоря. Демон Хантер первым героем, это довольно распространенная стратегия прямо сейчас, по-другому. Мало как играют, на самом деле. Тут же, в принципе, такое чувство, что он собирается базу ставить. Но просто, видимо, это максимально быстрая база. Видимо, он собирается закрипить зеленую точку, а потом бежать сразу же на золотую шахту и ставить базу. Я так подозреваю. Выглядит как вполне резонная и хорошая стратегия. А с вашей стороны будет хорошей резонной стратегии поставить палец вверх и написать комментарий для того, чтобы продвинуть третий Варкрафт нашим сообществом. Ну и также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Поэтому спасибо огромное, что вы мотивируете делать и искать. В последнее время очень мало реплеев, поэтому я буквально должен сотни реплеев смотреть для того, чтобы найти какой-то интересный. Поэтому надеюсь, вам понравится, ребят. Надеюсь, вам понравится. С жаром начинает. Жар в последнем патче сильно апнули. Он теперь наносит больше урона. И с его помощью можно успешно крепить точки. Особенно, если там много маленьких слабеньких крипов. Например, вот эта вот точка с мурлоками. Талисмайн жительной силы первым артефактом. В принципе, не помешает. Демонхантер стал немного крепче. И это, безусловно, радует. Архимаг с когтями. Хороший артефакт выпал с зеленой точки. И сразу же бежит на золотую шахту. Ставит башню, ферму. Будет много пехотинцев. А там моментально побежал на своего противника. Эльф. Будет пытаться мешать. Ну, агромага как минимум тут убьет именно Альянс. Должен, по крайней мере, да, убивает. Амулет энергии берет тоже. Это хорошо. Не отдал ничего противнику. Но. Демонхантер со своим жаром может много урона рабочим нанести. Однако. Уля. Вау, 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 вау. Какое окружение. Это круто было. Это было круто. Ну, как бы за счет вызова элементаля опять окружил противник. Это было действительно круто. Но есть проблема. Один рабочий погиб. И при этом у рабочих закончилось все получение. И это означает, что они теперь медленнее будут крипить эту точку Альянс. Но, с другой стороны, как бы ваш базу спокойно ставит и все нормально. А свиток телепорта у эльфа закончился. Он выпил всю ману из колодцев. И при этом не смог восстановить все абсолютно. Но. В принципе, странная атака такая была. Сам базу не ставит. Это проверил только что Альянс. Венец благородства. Идеально. Просто дофига здоровья. Плюс 200 здоровья. Просто вот так. Это ли не прекрасно. Это ли не прекрасно. Темный ткач. Ну, надо подумать, где восстанавливать здоровье. Опять же, надо выложить артефакты. Да, можно будет. Да, вот так вот сделать. И, в принципе, почти полное здоровье. И нормально. Тем временем собирается сейчас базу ставить. Немного золота накопить надо. Накопил золото. Теперь можно ставить. Купил сапоги. Купил порошок. Купил свиток регенерации. Поэтому восстанавливает здоровье. И в итоге ставит базу. В идеале хотелось бы вот эту вот зеленую точку покрепить. И это как раз сделает Альянс. Он пулит на себя крипов. И вот вокруг этого собирается играть. Потому что нужен третий уровень архимагу. Очень-очень нужен. Выпадает жезву похищения маны. На продажу, скорее всего. Потому что он особо не нужен. Но все зависит от того, будет ли какой-то второй герой монозависимый. Типа панда какая-то. Но в целом, Диман Хантеру это... Хотя, учитывая, что он через жар играет. Может быть и есть смысл. Не знаю. Посмотрим. Если он прокачает второй жар, например. Как вариант. Причем я очень сильно сомневаюсь. Но такая вероятность присутствует. И он прокачал второй жар. Реально. Жезву похищения маны. Тогда получается в тему. Ну, посмотрим, как он это будет реализовывать. Архимаг все еще не третий. Но ратуша будет готова, правда. Дома поставить вылесопилку. Разошлись просто, как корабли в море. Но при этом бежит на вражескую базу. Может отменить магазин. Может виспов поубивать. Обязательно поднять. Как-то, блин, третий уровень. Для этого нужно убить аж трех виспов. Вернулся обратно. На посохе. Сапоги тоже есть. Второй жар есть. Поэтому готов убивать. Магазин уничтожил. Дом охотников есть. Поэтому треба мудрости можно ставить. Опять же, магазин ставит. И в итоге прогоняет противника. А дома нет стрелковой башни. Поэтому лучницы тут, в принципе, бессмертные. На самом деле, как-то неприятно получается. Т2 только что нажал муви. Много урона тут они не несут. Но если будет отстоять, однако вот уже возвращается. И порошок есть. Поэтому у лучницы так-то проблемы. Если убить их две штуки, то он поднимет третий уровень долгожданный. А там Диман Хантер в рабочих хватает зайти. Но есть магическая башня для выжигания маны. Однако пока все выжгут, рабочие пострадают. Адон погиб. Боже, как же много урона оно наносит. Просто же посмотрите на этих пехотинцев. Они вообще просто жесть. Я не знаю, они все хп потеряли. О, закрыл проход. О, закрыл ферму, давал-то. Забочил, забочил. Найц. Боже, какой же клевый альянс. А вы видели? Квик Вол, как Вейджем Эмпайрс. У меня есть канал Пейджем Эмпайрс, если вы не знали. Если вы любите эту олдскульную стратегию, или просто смотрели ее в детстве, советую. Там просто шикарная экосистема игры. До сих пор турниры проходят. Вот недавно провели турнир за 70 тысяч долларов. И это регулярность, это постоянно. Игра супер живая на фоне Варкрафта. Ну что ж, выкупил Диман Хантера. В описании есть ссылка, если что. ВУ купил Диман Хантера. Ну это, конечно, крутая ситуация для Альянса. У него все теперь более-менее спокойное должно быть. Т3 нажимает, планируют медведей выходить. Искусственную ночь врубает для того, чтобы колодцы могли восстанавливаться. Ману также восстанавливает, потому что она ему, черт побери, нужна. Продал, я так понимаю, жезу похищения. Купил еще один венец благородства. Талисман жизненные силы при этом продал. Ради сапогов, я так понимаю, и мобильности. Немного покрепиться решил. В принципе, Архимаг уже третий уровень. Достиг пика своей силы. Когти. Нормально. Руки можно наваливать. Колодцы решил уничтожить. Ну, виспы тут за ними гоняться долго. А вот один колодец уничтожить, это круто. Хотя тут колодцев дофига. Но, как бы то ни было, неприятно. Т3 сейчас будет. Мастерство скоро будет заказано. Ну, там Диман Хантер пришел. Просто через жары у вороты. Вот так вот играет. Пытается как-то отойти. Контроль, контроль. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кого-то отправляет туда, кого-то отправляет сюда. Пока что мастерства нет, поэтому можно попытаться убить медведей. Колодцы есть. Будут пытаться их останавливать. Так и делают. Но зато колодцы полностью опустили из-за этого. Т3 наконец-то есть. Можно заказать и улучшение на колодцы, как вариант. Ну, тянет время всем этим. Так-то Альянс важно понимать. И при этом не теряет пехотинцев. Их все еще можно спасти. Очень много башен ставит. Есть Т2. Ставит два святилища. Кузнеца есть, поэтому может заказывать стрелков. И маг крови вторым героем. Маг крови другим героем. Решил красную точку закрепить. Ну, блин, эльф играет с одной базы. С другой стороны, у него супер поздний герой. Демон хантер. Это буквально керри. Который может сильно так потащить игру. В тремя как архимаг и маг крови. Это два героя саппорта. Которые как бы помогают армии. Ну, в принципе, маг крови круто может справляться с демон хантером. Высасывать из него ману. Кидать в него астрал. Для того, чтобы он не мог воевать. Поэтому, в принципе, более-менее плохой выбор. Выпадает капюшон из ворот львости. Не самая идеальная штука для демон хантера. Но, с другой стороны, учитывая, опять же, что он играет через жар. Ему дополнительная мана не помешает. Поэтому, наверное, это нормальная штука. Но, все-таки, думаю, плюс 5 силы и плюс 5 ловкости было бы круче. Слишком идеальный артефакт для демон хантера. Дополнительное здоровье, дополнительный урон. Все прекрасно просто. Есть пятый уровень. Третий жар берет, реально. Блин, ну, с каждым уровнем жара стоимость этого самого жара повышается. Вот в чем прикол. Тотом исцеления выпал. Внутрь будет, как бы, тяжеловато. Что-либо сделать. Очень много башен. Улучшение на защиту здания. Он бы сделать, в идеале. Т3 не заказывает спулбрейкеров. Делают. То есть, армия дала рано. Такая планируется. Будет возвращаться альянс. Альянса больше по лимиту. Без маны демон хантер. Ну, много урона с руки. Сфера яда также есть. Через магазин прорвались. Дошли до башен. Но, с другой стороны, уже пришла армия дала рано. Под омоложением, конечно, демон хантер неуязвим для башен. Абсолютно. Но армия сзади. Пытается забрать медведя. Став нет для того, чтобы спасти второй уровень у мага крови. Может астрал кидать на демон хантера. Да, он так и делает. Бесконечный астрал, чтобы тот не мог атаковать. Это абсолютно правильное решение. А медведя тем временем убегает. Это означает, что база выстояла. И все абсолютно нормально. Хотел там базу поставить. Эльф только что ее отменил. Потому что понял, что туда бежит противник. Пытается найти виспа. Нашел виспа. Магазин отстраивает. Делает улучшение на атаку и защиту споу-брейкером. Он стрелков не заказывает. А нет, заказывает. Окей. Даже улучшение на атаку им сделал. А депст веб-кастерам заказал. Потому что он увеличивает запас маны, регенерацию маны. Столько приятных вещей дает. Ну все, восстановился. Он там бладмаг. Может высосать ману. Астрал опять же кидает. Дем. Проблема в том, что у мага крови немного понерфили. В последнем патче. Почему-то он теперь медленнее ману сосет. Поэтому мы его еще реже, чем раньше видим. Но сейчас может быть неприятный крип джек эльф. Вроде как сзади. Руны наручи. Ну. В принципе оно понижает урон от жара. И от выжигания маны. Но. Не самое крутое, что могло быть. Наверное. Надо контролировать демонхантер. Архимаг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то страдает. Как-то. Рык. Пытается убежать. Там. Волшебницы. Замедление. Прям круто очень заходили. Потому что там исцеление сзади ставят. Его некем. Рассеивать. Там мучница есть в теории. И можно. Как-то. Ну. Прямая стенка конечно здесь тяжеловато выглядит. Астрал нужно бесконечно кидать на демонхантер. А так и делают в принципе альянс. И через фокус забирать медведей. Выглядит как нормальный план на игру. В этом исцеление кстати еще есть. Поэтому можно ставить. Сплабрейкеры сильно страдают от медведей. Они получают от них дополнительный урон. Не успевает делать астрал. По АКД просто. Третий уровень. У мага крови второе высасывание маны. Если что супер полезно. Медведи в целом заканчиваются у. Эльфа. Шестой уровень у демонхантера. Но у него нет маны на метаморфозу. Однако там мана заканчиваются также у мага крови. Есть свиток исцеления. Есть неуязвимость. Свиток исцеления прожимает. Архимаг. Астрал опять же кидает. Он по сути последний астрал. Нужно забирать ману у медведей. Для того чтобы как-то продолжать все это дело. А демонхантер продолжает наваливать. Нереально абсолютно урон наносит. Я не могу понять почему кастеры без адепства. Видимо он считает что это не особо надо. Очень мало здоровья. Дриад сзади появились. Опять же для рассеивания того же астрала. Штука достаточно клевая. В принципе виспы бы еще не помешали. Но для прям масс виспов нужна дополнительная база. Которой просто нет. Ну масс волшебницы уже возможно перестанут быть прям клевыми. Потому что там триады. Медведи заканчиваются. И соответственно тут нужны или мортиры или стрелки. А мортиры без шрапнели. То есть без Т3 не особо-то и сильно. Ну и ману восстановил демонхантера. Теперь означает что он сможет прожать метаморфозу. И есть дриады которые будут с него снимать астрал. Поэтому в целом. Можно играть. Если так телепорта есть, да. Там выпадает талисман жизненной силы. Приятно. Прям метаморфозу нажал и зашел внутрь. У него куча урона. Очень много дополнительного. И когти. И плюс 14, 16, 18. Плюс 18 к урону. А еще плюс 5, 23. То есть да, это все артефакты. И яд еще при этом. И жар. Ну жар быстро заканчивается. Но он метаморфозу нажал. И она еще будет долго работать. Это мы сцеление сзади поставил. Вот масса страу. Это конечно страшно. Но мана закончилась у мага крови. Поэтому больше не будет. Мортиры появились сзади. Построил мастерскую. Поэтому какой-никакой урон подрядом можно наносить. Но там 7 уровень уже у охотника на демонов. 5 уровень у архимага. А альянс просто куда-то заканчивается. Ну а демон хантер с полной здоровьем. Нормально себя воюет. Чувствует себя абсолютно комфортно. Мортира пытается преследовать там кого-то. Но у него нет здоровья. Спасти рядовую мортиру. Астрал кинул на своего братка. И вроде как прогоняет отсюда противника. Вроде как прогоняет отсюда противника. Однако что будет дальше? В принципе есть ресурсы. Кстати, тут базу ставит. И это видит эльф? Эльф об этом не знает. Это очень крутая идея от альянса. Потому что шахты потихоньку заканчиваются. И желательно готовиться к тому, что с этим нужно будет что-то делать. Опять же базу он тут не видел. Бежит направо. А, Виспа отправил, что тут базу ставит. И теперь узнает. Но при этом он тут атакует. Прожимает света к телепорту. Блин, альянса так-то мало. Но при этом он знает про базу здесь. И может ратушу отменить. Но там уже башни есть. Нет, решил дать прямой бой. Сосет ману из демон хантера. Метаморфоза так-то нет. Блин, ну нужно что-то делать с дриадами. Дриады очень сильные. И при этом против мортир конкретно играет эльф. Потому что он отправляет демон хантера убивать именно мортиры. Мортиры теперь не достают до дриад. По сути. Хотя каким-то образом достают. Конечно, сумасшедшая дальность атаки. Архимаг. Ну, как-то альянс тут... Его мало. Эльфа тоже мало. Но у него есть один большой герой. Ну, бесконечный астрал просто. Вот реально астрал сильно помогает. Если бы не он, демон хантера наносил бы гораздо больше урона. Случайно нажал правую кнопку мыши на баррикады. Потому что хотел туда отступить явно. Восьмой уровень у демон хантера. Восьмой уровень. Пытается отойти мак крови. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И как же ему пофиг, а? Как же много здоровья. Просто жесть. И теперь представьте, если бы вместо капюшона из ворота листи был бы плащ доблести. Не плащ, точнее, шлем доблести. Который дает 5 здоровья еще дополнительно. Плюс 125 здоровья. Было бы 1250 здоровья. Кстати, тут база готова. Но нужно ратуши поставить. Башни, точнее, еще поставить. Просто бегут от одного героя. Кстати, во что вообще происходит? Да. Дряды есть, которые снимают еще этот астрал. Эльф базу поставил снизу, кстати. Только построил. Оплетает рудник. Ну, эльф. Хорошая ситуация в целом. Однако у Альянса хорошая экономика. Сражевое требо ставит. Которые башни просто не достреливают. Поэтому пытается здесь башню новую сделать. Заметил вовремя хотя бы проблему. Ну, в целом, наверное, прям масса стрелки помогли бы здесь. Вот прям масса стрелки с мортирами. Хотя мортиры слишком тонкие. Хотя, блин, там третьи у вороты. На самом деле, как бы очень тяжело его убивать. Потому что у него еще и к тому же третьи у ворота. Третьи у вороты 30% шанс на промах. 30% это много. Это почти каждая третья атака. Светок телепорта придет сюда жать, чтобы базу защитить. Метаморфозу, правда, нажал. А с метаморфозой воевать, ну, что-то такое себе. Два свитка исцеления взял. Продать бы из Жезу похищение маны. Он просто не нужен. Все-таки прожимает телепорт. Подождал, пока немного метаморфоза закончится. Надо безопасный телепорт. Куда там, право или внутрь. В принципе, правильное решение принял, я думаю. Однако, у него, блин, так мало стенки. Астрал, опять же, бесконечно нужно кидать. Кастеры бедные, блин. Просто кастеры. Мортиры сзади есть. Мортир Ра. Ну, вот это вот торжевое древо. Оно прям много рабочих убило. Надо с ней разобраться. Надо с ней разобраться. Однако, сама по себе ратуша жива. Сама по себе ратуша жива. И это очень важно. Только сейчас узнал, что у жреца меньше здоровья, чем у волшебницы. Что за дискриминация? Почему женщина крепче? А не такая же, например. Ясно. Ну, в принципе, она летает. Хотя, наоборот, мужик же бегает. Если он бегает, это означает, что у него ноги крепче. Значит, хп должно быть больше. А может, из-за того, что она летает, она типа от снарядов может уворачиваться, как Нео. Фиг его знает. Ну, судя по всему, этой ратуши конец. Но, если Альянс уничтожит эту базу, то, в принципе, не так уж и плохо. Хотя, при этом, золото закончится через 2-3 минуты. Однако, Альянса по лимиту прям очень много. Нужно больше стрелков заказывать. Ну, там куча рабочих погибло. Наполовину до 9 уровня пришел. Богословение природы есть, поэтому брони много. Ну, уничтожил. В принципе, с мортирами можно попытаться идти прямо в прямой бой. На базу. Нифига себе, три гниста химеры. Неожиданное решение. Ну, соло Димон Хантер, конечно, неожиданно круто сработал, скажите. Ну, потому что это Бладмаг. Урона тупо нет. С другой стороны, как бы Димон Хантер зато мало урона наносил. В сравнении с тем, как мог бы. Ну, конечно, интересно. Горный Король был бы сильнее, интересно, или нет. Особенно, что там еще нет выжигания нормального. Вот только сейчас первого уровня прокачал. Кучу рабочих поубивал. У него так много маны, что магическая башня не успевает с выжиганием. На самом деле, если бы его тут окружить, его можно было бы убить. У него нет ни посока, ни свитка. Ничего просто. Второе улучшение на атаку с полбрейкером. К тому же еще броню прокачал. Медведей тут можно подзабрать. Конечно, они под замедлением. Поэтому сладкие цели достаточно. На упреждение можно стрянуть марсерами. Там, меня на и так убил. Эльф Химера заказал. Да, жесть. У него будет 4 Химеры. Но золотая шахта закончилась. Придется Древо Вечности тащить куда-то. Продал. Купил посыл для мобильности. Продал капюшон из воротливости. Пошел опять убивать рабочих. Но он тянет время, по сути. Да и качается. Он сейчас возьмет 9 уровень с этого. Демонхантер 9 уровня. Капец. 1200. Нормально так прокачался. Напомню, из-за того, что он один герой. И там есть Т3. Он получает на 30% больше опыта. Альянс не против повоевать в размены. Потому что у него есть мортиры. Однако прикол в том, что там сейчас будут Химеры. А против Химер 2 стрелка и Элементаль. Еще и к тому же не 3 уровня. А где Химеры? А, вон сзади Химеры. Мортира надо убивать. Да! Да, мортир тяжелая броня. Поэтому Химеры передают привет. Шестой уровень у Архимага. Метаморфоза. На посохе телепорта вернулся. Много стрелков погибло. Кастеры погибли от чудесных дракончиков. Испы пытаются подойти. Тут в основном спау-брейкеры, конечно. Две Химеры осталось. По героям могут стрелять как минимум. Они не могут атаковать спау-брейкеров. Потому что у них неуязвимость к магии. Но героев можно атаковать. Мастер-лепорт, если что, у Архимага есть. Там второе выжигание маны уже. В нем есть смысл. Оно 100 маны сосет. Выжигает. Точнее, это довольно неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Владмаг Астрал использовал. Дальше Архимаг. У него мало здоровья. Но вечно в сторонке он быть не может. Бедненький, бедненький. Ой-ой-ой-ой-ой. Метаморфоза закончилась. Мало здоровья. На мастер-лепорте, возможно, не успеет уйти. Видимо, придется видать телепорта, пытается маневрировать. Вокруг Химеры стреляют. Но сапоги есть у Демон Хантера Поэтому он решил не догонять Нифига себе Мак Рови сверху смог убежать Архимаг пытается уйти Пошел атаковать здание Какой же странный матч Но при этом Эльфиса что сел сюда Архимаг умер все таки догнали Но там сапоги есть это не странно С башней решил ставить Ну как бы тут Древо Вечности села и добывает золото В то время как тут Не отправил туда рабочих Но основная шахта закончилась То есть Альянс золото не добывает Три химерницы Три гнезда химеры Это прям сильно Неожиданно Почему много нужно Потому что химеры очень долго строятся Если ты хочешь быстро сделать химер Нужно много зданий строить Десятый уровень у Демон Хантера кстати Если что Десятый уровень Посох телепорта есть И даже если его окружат Он сможет уйти спокойно Это не проблема Башни готовы кстати Приятно Но химеры быстро их уничтожат Хоть у них и осадный урон Сейчас по зданиям они магические Но все равно без проблем Как вы сами видите Ну Демон Хантеру неприятно Воевать со спау-брейкерами Конечно Убили одного дракончика чудесного А заказывает интересно Да заказывает Блин могу крови конечно феникса бы тут Но до шестого уровня Еще достаточно далеко К сожалению Темный ткач Десятого уровня Пытается убежать Тут золото решил все таки добыть Но там осталось всего лишь Чуть больше шестиста золота То есть Чуть больше минуты будет добывать Или вообще не будет добывать Потому что сейчас все умрут Как же горят все От жара Реально как банька какая-то Только банька смертельная Вейны жрецов нет Чтобы восстанавливать здоровье Вот в чем проблема Вот в чем как бы проблема Пытается немного обижать Оооо божики же красные Блин это издевательство конечно Это уже просто издевательство Ничего толком не осталось Эльф спокойно себе добывает золото Просто бегает вокруг На плоских телепортах В любой момент может уйти Всех рабочих убил Первый новый рабочий вышел Жрецы появились Архимаг появился Хоть что-то Можно немного здоровья восстановить Но там уже Новые химеры Дриады Против Дриад толком ничего нет Демонхантер с метаморфозой Так-то Он сейчас просто придет Нажимает метаморфозу Убьет ратушу И на этом все да Да или просто химеры Убьют ратушу Ну метаморфозу в любом случае есть Против метаморфозу Уже не повоюешь И вот вам Дамы и господа Демонхантеры Десятого уровня Очень сильный герой Возможно прямо сейчас При раскачке Самый сильный герой в игре Ну в принципе у него всегда была Одна из самых крутых Один из самых крутых Ультимейтов в игре Но все равно Моментально снимает Просто астрал И выигрывает Тут Айвива С чем мы его поздравляем Очень хорошая игра Продемонстрировал всю мощь Демонхантера Ну и то что Альянсу Нужно иногда Больше уронать А не контроля Даже несмотря на ресурсы Затащил Спасибо большое Что были со мной Дамы и господа Надеюсь вам понравилось Всем до встречи и удачи Продолжение следует...